всем привет в комментариях у меня попросили показать как сделать поворот камеры с как скажем фонариком да как минимум допустим есть вот такая цена да она темная он ведь включил сейчас потому что вот она такого вида можно даже еще меньше выставить здесь также есть элемент с помощью которого мы будем освещать да это фонарик у нас обычная коллизия которые определяют персонажа но естественно spot light который освещает так смотреть у персонажа от первого лица получается камера находится то есть камера является управляющей для того чтобы вообще что-то делать такое да надо как-то перестраивать эту всю структуру смотрите руки у нас находится на камере камера является управляющей и соответственно когда мы поворачиваем мышку влево вправо естественно камера является основным элементом скажем который управляет его так у меня в общем фонарик после того как я его получается подберу у меня появится в левой руке и там я могу им управлять это структуру я вам показывается наверное не буду то если необходимо быстренько светану но это стандартно вот как в пятерке у нас подбирается автомат и здесь я просто переделал структуру воспроизведения действия просто ставлю освещение на так после того как мы настроили предмет да и нам необходимо наши руки переключить на капсулу на чтобы она не считала да руки у нас так скажем управление вот даже если видите да я камерой могу и персонажа видеть но все равно я вот влево вправо управляю мышкой то есть камера является основным элементом теперь мы должны вообще подать сюда spring arm который как раз таки и нам и будет делать задержку на определенную и нашу камеру вот она до 1 1 камера мы переключаем на spring arm теперь нам необходимо всего лишь настроить вот эти два элемента это spring arm и камера от первого лица во первых мы в камере от первого лица должны выключить управление то есть теперь камера не является у нас в управляющей так и spring arm у нас вот сейчас мы его повыше поставим где камера должна у нас находиться убавим у spring arm а расстояние обязательно давайте поставим но я не знаю там давайте пятерочку поставим достаточно будет и сбросим позиции получается нашей камеры потому что мы забыли сбросить все камера сейчас у нас находится вот примерно вот в таком ракурсе да но это можно отрегулировать нашим spring arm примерно так наверное возможно как то в общем здесь надо поиграться и посмотреть давайте зайдем посмотрим но в принципе все отлично относительно чуть-чуть назад spring да дадим и повыше давайте посмотрим ладно рука мы принципе видим это уже хорошо теперь на spring армии нам необходимо во первых дать control rotation да мы могли хоть какие-то элементы вот вниз я могу посмотреть на руки на свои это уже влево-вправо мы соответственно тоже spring арма все работы но смотрите когда я сейчас поворачиваюсь у нас все поворачивается одновременно чтобы это как раз таки изменить нам здесь надо настроить и ней был камера лак но не определенные да то есть не не первый это который у нас по позиции и ней был камера rotation влаг то есть нам на повороте необходимо но и здесь вот где камера rotation ваг speed появилась мы здесь должны настраивать определенное значение вот допустим если я поставлю единицу да ну то есть здесь определенное значение можно выбирать если не ошибаюсь до 20 скорее всего и давайте наведем посмотрим так но здесь ничего не пишется прям конкретное значение но здесь поиграйте с ними и теперь когда мы подбираем нашу наш фонарик у нас фонарик сначала поворачивается но видите я когда поворачиваю резко у меня очень тормозит камера это вот как раз таки единицы это торможение камеры после поворота основной структурой давайте поставим значение ну примерно 15 посмотрим как это работает запускаем подбираем фонарик и вот видите да у нас как бы все отлично работает с одной стороны это быстрее она естественно все отрабатывает ну и здесь поставим 20 скорее всего при 20 у нас уже да у нас ну нет хотя есть определенное значение но тоже быстро и ну представим что восьмерочка у нас будет являться какой-то оптимальным значением посмотрим но мне кажется да такое сначала камера поворачивает ой дыгает поворачивается фонарик и потом камера как будто мы там опа резко что-то увидели услышали в общем вот такая вот структура ну естественно вы здесь настраиваете анимации но в данном случае он просто держит автомат ничего здесь не настраиваю при повороте вы можете сделать какие-то определенные анимации ну и так далее вот и все думаю это вам хоть какую-то пользу принесло до скорой встречи всем пока а а